Значит, вот здесь раздавитель, макнёшь в него кисточку, перенесёшь на палитру. Зачерпнёшь коричневый, зачерпнёшь розовый, перетолчёшь. Старайся работать неразжиженно. Здесь, в первую очередь, ты должна избавиться от всего холста, от белизны всего холста при помощи коричневого. Потом в этот коричневый войдут мглистые цветы, ну и в самом конце, конечно, цвета. Работаем от тёмного к светлому, от дальнего к ближнего. Значит, весь холст ты вот так, не то чтобы измажешь, а плотненько, достаточно плотненько, укроешь краской. Пускай будет весковато. Пощупаем количество краски, посвесим. Разбавителя совершенно капельками. Берёшь красноту, ну или розовизну, если важно, добавляешь немножечко жёлтого. И вот там, тени, первые звуки нассаживаешь подсолнечниками. Практически не видно. Первый звук. Вот второй звук. Тенистые. Что касается переднего, главного. Распределяю красочку немножко кисти. У тебя всё-таки рыхловатая ситуация получилась. Переборщила с раздавителем, поэтому иногда будешь вот так добавлять и заштриховывать. Там в руки возьмёшь тряпочку, мастеркин. Жёлтый, розовый. Практически красный, но с жёлтотой. Там понасадишь звуков, тоже киневых. Тебя интересует набросок. Намёк на ковшинчик вертикально. Заставишь там быть что-то, хотя бы что-то. Чуть больше жёлтого. Вот тоже с красным. Вот такой набросочек. Практически на хальню сделаю. Здесь светик заиграет. Ну и начинает вытягиваться из темноты. Не спеши сразу светлить. Всё-таки вот эта краснеющая коричневая знак тебе нужна до последнего момента. Выдави тебе ещё коричневый. И вот так иногда подшлифуй уплотни фон. С чистым коричневым. Хорошо? Давай. Ну ты понимаешь, какая интересная картина? Так, теперь белило. Белило возьмёшь. Возьмёшь розовый. Добавишь в эти белило. Перемешаешь здесь. Столик. Ну уже, правда? Посмотри, по горизонтали я его буквально заставил быть светлей. Коричневый надави ещё больше. Поставь вот тут густую. Не, чашечку буквально пятно. Пятно, похожее на чашечку. Там что-то розовое внутри. Вот так и набрасывай. Сделай сначала. Так. Хороший. Смотри, как мы будем с тобой дальше работать. Пальцем чуть-чуть. Сделал уточнение направлений писточков. Значит, вот так. Давай с палитры начнём, чтобы всё было понятно. Жёлтый. Добавишь в него немножко красноты. Распределишь в равномерную лужицу. Не просто из горки набираешь краску, а именно из лужицы. Вот так подходишь сбоку. В ребром втыкаешься до самой палитры. Протягиваешь, на себя выдёргиваешь. У тебя ровное количество краски. Без всяких соплей и свалов. Да? Вот так ставишь полосочку одну. Ставишь полосочку другую. Третью, четвёртую. Насколько хватит краски. Затем. И за теневой вот здесь. Выдёргиваешь, плавненько придавливая. У тебя получаются первые звуки листика. Оно? Угу. Давай. Растренируйся. Понятен-то её, да? Положила колбаску вторую. И со стороны тени вот так смахнула. Угу. Значит, не придавливай до конца, а резкое движение, смакивающее, тебе интереснее. Чуть более плоскостно. Ну, всё на пол. Чуть смелее. На световой сработаешь. То есть возьмёшь жёлтый, тоже с красным, но всё-таки с преобладанием желтоты. И вот здесь поддобавляешь густых набросков листиков. Розовый, вот тут забыла, поддобавить нужно. Потом к розовому придёт красный, алый. Набросок. Что это за ягода? Редина. Набросок световых. На колене. То есть ты видишь, она состоит из тёмно-красного, это розовый. Тёмно-красный, это розовый. И светло-красный. Вот из двух цветиков пытайся сложить красивое. То есть не только палочки, а ещё иногда пообобщай. То есть ты видишь, мне здесь розовый. Где? Почему здесь нехорошо? Ты видишь, я не слишком на форме заострил своё внимание, потому что можно взять коричневый и вот так подсекать. Так же световые имеются и вот тут. Видишь, я отличаю свет от тени и тебе это рекомендую сделать более отчётливо и для зрителя тоже. Ты-то видишь, что там тенёшка показал. Вот здесь светло, а тут темно. Плюс небольшой рефлекс. Вот тут, краснеющий. Чистый коричневый. Тень сделает плотнее. Вот здесь один с другим слился. Нет, нужно внятно их подделить. Побрезаешь. Так, столик ещё чуть светлее. Разбел красноты. Горизонтальные. Как раз получаются царапочки. Блячок. Можно больше сделать, да, хорошенький? Сама попробуешь? Угу. Теневую побереги от света. Видишь, выгребаю оттуда краску. И появляется свет. Хорошо проплезала там. Всё красиво. Тут слишком много. Всё-таки меньше. Чуть меньше. Физического размера. По тональности попало, но... Чуть переборщило. Маленькой кисточкой. Маленькой кисточкой. Маленькой кисточкой возьмёшь сейчас красный. И поставишь более округлый, если бедный. Свет такой мечтает на дереве построить. То есть, первичным чувакам нужно добавить обязательно красоте. Чего? Я знаю. Да? Только по световым. Отличный получился у тебя. Посол. Ещё ему света с помощью маленькой кисти. Но не увлекайся ей. Да, да, да. Потому что она всё свои оставляет. Вот загнулся, да? Угу. Держимся с тобой максимально мастихием. Чуть обобщу. Вот тень разглядела молочами. Давай в кувшинчик тоже снабдим небольшим высветлением, чтобы он более отчётливо выглядывал. Вот там теневая. Тоже там есть свет, кстати, но менее фактурно. Менее фактурно. А так правильно всё. Нужно даже пальчиком туда залезть. А сам предмет гораздо и по густоте больше краски. На кувшинчике обычно, ну, на любом предмете рефлексирует свет, который от стола, в данном случае. Давай, может, уголок столика покажем вот так. Нет? Мне нравится тогда вот так угол стола. Да, она более объёмный. И подчеркнём его светлостью. Сбрасываю с ребра. Пускай неровно будет. Это идёт данная картинка. Так, вот там можно всё-таки чуть светиков показать. Буквально немножко. Вот здесь достаточно светло. Ну, у тебя такой, конечно, более выписанный. Смотри, зелёный здесь не уместен. Здесь скорее коричневый уместен будет. А вот тут свет на лепестке против. В зелёном аккуратнее работает. Вот зря туда полезла. Там тень и тень. Непонятно, какая она, зелёная или нет. Даже если зелень, всё равно коричневая. Вот здесь свету неоткуда взяться. Слишком длинная может быть. Давай ещё покороче сделаем. Чуть гуще с работой на световых. Вот тут размазана краска. Нет, аж вот так густо-пригусто. Может посветление? Да. Ну, много копошней. Я всё-таки меньше движения там делал. А пока копошишься, оно затемняется. Хочется этого или нет. Острее сделаешь их. В целом, я считаю, что сольфон мне неплохо. Здесь стемеваем. Видишь, появилась изогнутость. Ну, в целом, конечно, ты молодец. Спора нет. Позабираю зелёные места, потому что там не нужны. Вот это сделай более благородным или же просто убери. Я его понятна как-то могу. Вот, когда непонятно... Послушай, когда непонятно, значит, вот так и рисуй. Непонятно. Я подумал, что трябина. Листья, а не подсомок. А подсомок, а не крови, но... Вот так, мглистов. Это по-новому. Это далеко для того, чтобы быть так красиво сделано, как ты, пытаешься... Я опять коричневый закончился. Вот здесь темно. Внятно темно. Даже возьму синий с коричневым, чтобы ещё глубже местность показать. Видно, да? Ну, а сейчас немножко с фоном вызови коричневый и добавь синевы. Коричневизной. Только очень мало синевы. И сделай вот это более благозвучно. То есть, упакуй ещё краской. Вот этот тоже сделай так. Под размой его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь. Семь, как есть. Ну, зато красивый. Вот сейчас я попробую чистый, желтенький, и ты сравнишь. Ну, не природный, неестественный. А вот с краснотой, да. С краснотой он гораздо веселее. Ну, да, да. Ой, какие гумилые. Да. Ой, какие классные. Ну, как могла. Ничего себе, как могла. Ну. Палочки у меня только, я не знаю. Палочек. Палочек. Ну, палочек, да. Вот этот фикус я бы украл. Понимаешь, вот он вообще. Да. Не вообще потому, что число нехорошее. Ну, да, он мне не нравится. А я его не вижу, Саша. Мне, видимо, роста не хватает. Мне там вот все блестит и отсвечивает. Да, мне с моих высот. Вот так чуть-чуть. Где-то фон. О, ты фон вот доработала? Да, ты же сказал. Можешь, знаешь, что делать? Вот уголки. Подмазать. Вот так. О, я тоже хотела. Поцарапать. Ага. У нас же своя манера, это же тоже. Рука. Рука. Ай-ай-ай. Ну, чего-то там навесили. С одного и со второго угла. Нацарапай. Вот эта чашка ничего. Шикарная, только блик не. Ну, да. Но блик не чисто белый, а сначала давай коричневый с розовым, вот такой. А потом светло-коричневый. Если бы она была стеклянная, да, блик был бы белым. А поскольку она полагается глиняной, тогда вот такая освещенная. Русство, выяснили. Вот. Угу. 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 Продолжение следует...